Здравствуйте, друзья, здесь Зимитков Юрий. У меня часто спрашивают, а нафига тебе столько карт и разных банков? И вот сейчас я хочу пояснить немножечко этот вопрос. Так вот, друзья, в ближайшее время я собираюсь в очередной отпуск съездить за границу. Обычно мы это делаем всей семьей на машине. И поэтому расход бензина будет колоссальный, естественно. Поэтому я уже говорил, что я решил взять карту Тинькофф Драйв. Тинькофф Драйв, ну, хотя бы 1000 рублей на бензине я верну. И там же возможно всякие неисправности какие-то, масло поменять. Ну, или что-то выйдет из строя, подшипники какие-то не выдержат, тормозные колодки и так далее. Ну, просто кэшбэк повышенный на Тинькофф Драйв у меня обеспечен. Это первое. Второе. Почему? Зачем мне столько карт? Смотрите. Когда я путешествую за границей, все-таки, ну, есть элементы риска. Их немало. И карту могут украсть. Есть много мошенников. Могут скопировать данные карты. Поэтому здесь надо быть очень-очень осторожным. Поэтому, да, и я еду за границу, ну, скажем, там разные валюты. Понимаете? Много разных валют. То есть, когда на машине едешь, проезжаешь много разных стран. И просто пока въедешь в эти курсы и так далее, доллары, опять же, покупать доллары здесь с комиссией, ввести наличку, ну, как-то беспонтово. Я этим уже не занимаюсь давно. Потому что... Ну, или евро покупать. А если я не в еврозону, если я не в Америку, то зачем мне вообще доллары? Вот. Поэтому карты, естественно. Я стараюсь расплачаться везде картами. Еще и получая кэшбэк, это получается выгодно. И я пользуюсь при этом, как правило, обычными рублевыми картами. Потому что, когда я плачу картой, то... Естественно, никаких комиссий не берется. Берется только, да, обменный курс по курсу банка. Но, если я буду менять доллары там на месте, то я потеряю намного больше, чем я потеряю при обмене рублей на местную валюту. Вот. Это испытано уже много раз. Во-первых. Во-вторых, я просто рубли меняю на местную валюту. Прямо вот из банкомата вытаскиваю местную валюту. И все. И для этого годятся любые наши карты. Ну, так сказать, там пресловутый Тинькофф, естественно. Вот. У меня будет Бинбанк. У меня... Я, скорее всего, буду пользоваться больше всего картой вот Рокетбанка. Почему? Потому что Рокетбанка... Карта не самая, как бы, может быть, лучшая по условиям. Но она бесплатная. И я совершенно без проблем вывожу деньги на карту Рокетбанка. Рокетбанка с биржи. Я буду делать это постепенно. Через интернет я буду выводить. И зачем мне еще карта? Смотрите. Если вдруг происходит какой-то случай, там кражи карты и так далее. У меня... Я карты буду хранить всегда в разных местах. У меня украдут одну из карт. А деньги будут равномерно разложены на вот эти разные карты. То есть украдут не сразу все деньги, а только одну треть, скажем. Или одну четверть. Вот. И еще один момент. Вот у меня есть карта кредитная. Вот сейчас это карта Тинькофф Банка кредитная. Вот. Это будет Тинькофф Драйв. Вот здесь я хочу очень сильно акцентировать вас на то, чтобы быть очень осторожными. Я никогда не рекомендовал кредитные карты. И сейчас придерживаюсь того же мнения. У меня будет с собой кредитная карта на случай непредвиденных ситуаций. Вот. Но особенно внимательными я призываю быть вас, если у вас есть кредитная карта. Потому что, смотрите. Вот есть депозитная карта, да? Так, а что это у меня еще? Яндекс.Деньги еще есть. Вот. Депозитная карта, да? И если украли депозитную карту, то украли сколько денег? Столько, сколько на ней лежит. А если украли кредитную, то украли кредитный лимит. То есть, вот в данный момент здесь я полностью рассчитался с кредитом по этой карте. Но кредитный лимит 140 тысяч. Если украдут эту карту, то снимут 140 тысяч. А выплачивать с большой вероятностью придется мне. То есть, у меня на этой карте нет моих денег. Это кредитная. А отвечать за нее, возможно, придется мне. Поэтому, вот, в целях безопасности я вам очень рекомендую кредитную карту спрятать куда подальше, куда-нибудь. И крайне редко ею пользоваться. Особенно в каких-то местах таких, ну, где могут просто взять карту и куда-то унести. То есть, если вам принесли терминал на руки, вы его видите, вы можете его вставить туда. Это безопасно. Но если вам не принесли терминал, ни в коем случае не давайте никому в руки свою карту. Переснять информацию с карты 10 секунд. Потом ее можно воспользоваться. Есть лазейки. Как ее воспользоваться? Еще один момент в целях безопасности. Смотрите, ну, скажем, вот у Тинькова есть прямо в личном кабинете, есть такая кнопочка операций по интернету, через интернет. Я часто делаю покупки через интернет, но вот эту кнопочку лучше отключить, лучше эту функцию. Отключите функцию операций через интернет. И она отключена. И я, например, захочу сделать какую-то покупку через интернет, мне Тиньков пишет, у вас отключена функция оплаты, не можем оплатить. Я вспоминаю, ах, да, точно. Захожу в личный кабинет, включаю операции через интернет, оплачиваю и тут же отключаю. Это все в моих руках. Тогда, если у меня украли карточку, то этой карточкой через интернет ничего не смогут оплатить. А это наиболее часто используемый, ну, как бы, способ кражи денег с карты. Оплатить что-то через интернет и получить услугу. Вот. Ну, эту идею мне, так сказать, не просто так, эту идею мне посоветовали как раз в Тиньков банке в службе безопасности после того, как у меня пытались увезти деньги с карты. Ну, так сказать, неудачная попытка была, но, тем не менее, я спросил, говорю, а что, разве есть возможность там без СМС подтверждения? Мне сказали, да, есть. Вот. То есть, мошенники эти схемы все знают. Вот. Ну, собственно говоря, что еще можно сказать по поводу карт? Смотрите еще один момент. Смотрите, вот у меня карта Рокетбанка, вы видите, значок Мастеркарт, а карта Бинбанка Виза. Бывали такие случаи, когда, ну, скажем, за платную дорогу карта Виза временно не принимается, система или там системы Мастеркарт не принимается. Бывали такие случаи и там в разных вариантах в гостиницах, чтобы не было этих нюансов, ну, просто, так сказать, карта двух систем. Не принимается Виза, пожалуйста, Мастеркарт. Вот. Еще один момент по поводу безопасности. Вот здесь карты все с чипами, да. Ну, я читал, что, в общем, пока не изобрели способ, как чипованную карту скопировать. Как скопировать чипованную карту. Вот информация здесь есть на карте, там, магнитная полоса, она копируется запросто. И всякими карт-ридерами копируется. Но чипованная карта не копируется. Вот. Что еще по поводу безопасности карт? Ну, конечно, сказать, надо их хранить в разных местах. Это я уже сказал. Валюта. Комиссии. Тинькофф Блэк позволяет снимать без комиссии деньги в любом банкомате. Я скажу, больше в любом банкомате мира. От трех тысяч рублей. То есть, снимаем сумму побольше и все. Есть только конвертация и все. То же самое относится к Рокетбанку. Только конвертация и все. В любом банке мира. А вот Бинбанк, судя по всему, возьмет комиссию за снятие в чужом банке. Это проверено тоже. Так что, опять же, хейтером Тинькоффа я могу сказать, что Тинькофф все-таки лучший. Что по поводу Сбербанка? Ну, Сбербанк у меня моментум. И можно пользоваться вполне себе, Сбербанком, без проблем. Снимать, я думаю, тоже можно. Он чипованный. Ну, на Сбербанке я деньги просто не храню, потому что там ни кэшбэка, ничего. Зачем мне это делать? Вот, не надо. Ну, и также Яндекс.Деньги есть у меня. Но Яндекс.Деньги это еще хуже. Вот. Почему Яндекс.Деньги я взял? Потому что карты Яндекс.Деньги можно без комиссии оплачивать. Товары и услуги. А снять деньги там, бешеная комиссия. Поэтому надо картой пользоваться. Как только деньги приходят на Яндекс.Деньги, я пользуюсь этой картой. Ну, я надеюсь, что это видео было полезно. Поставьте лайк в таком случае. И если кто-то из ваших знакомых собирается ехать за границу, то поделитесь вообще с ними этим видео, потому что, ну, если есть вопросы, задавайте в комментариях. Я обязательно отвечу, потому что я не могу сразу так из головы сразу все ответить. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий.